Ужасно, когда люди приходят в церковь и радуются Божьим благословением, но при этом их мышление остается старым. Это как израильский народ, который вышел из Египта, и Бог повел его в обетованную землю. Но Египет остался в их мышлении, это рабское мышление. Они не готовы были к свободе, потому что свобода, с одной стороны, все хотят быть свободными, но ведь свобода подразумевает ответственность, а они хотели делать, что хотят, но при этом, чтобы жили они, как в Египте, чтобы им выдавали там огурцы, репчатый лук, чеснок. Они скучали по рабской своей жизни, скучали по рабскому мышлению. Условия-то изменились, а египетское мышление осталось. Поэтому все это поколение, поколение Моисея ведь не вошло в обетованную землю. Вместо этого они 40 лет бродили по пустыне, пока все не легли там костьми. Намного проще что-то изменить внешне, чем поменяться внутренне. Поэтому в Писании написано, кто во Христе новая тварь. То есть это новая сущность. Важно, когда мы приходим в церковь, чтобы мы осознавали, теперь я новое творение, новый человек. И важно, чтобы в этом новом творении были новые плоды. Плоды не дела плоти, а плоды духа, любовь, радость, мир. Важно вот это изменение, преобразование. То есть важно не просто что-то получить новое, а кем-то стать по-новому. Потому что если ты что-то получаешь, но ты не изменился, то ты легко это потеряешь. Как много примеров есть людей, которые, небогатые, бедные люди, выигрывали огромные суммы в лотерею. И по статистике из них через короткое время эти люди, они теряли эти многомиллионные выигрыши. Немало людей, которые получили большие выигрыши и где-то через год становились беднее даже, чем были до того, как они получили выигрыш. Потому что трудно удержать то, что ты получил, не как результат собственного развития. Поэтому сегодня в тех же штатах, сегодня не предоставляют такие комфортабельные условия. Потому что у людей нет стимула развиваться, нет стимула стремиться, нет стимула расти. Точно так же и мы сегодня, когда приходим в церковь, вроде бы мы прощены. Наши грехи изглажены, наши имена записаны в книге жизни. Мы можем радоваться, мы можем благодарить, но при этом в нас ведь внутри остается старый характер, старое мышление остается. Вот это жадность, соперничество, обидчивость. И мы в новой жизни, я замечаю некоторые люди, они через какое-то время начинают жить так же по-старому, посещают церковь, а живут так же, как они жили до покаяния. Так же дома ругань, так же там драки. Так же не поймешь, что творится. Думаешь, почему? Почему? Вроде бы в церковь ходим. А почему живем по-старому? Ведь так и зарождается религия, когда правильная форма, правильные слова, а сущность-то не поменялась. Сущность осталась вот эта старая. И мы готовы и в Царстве Божьем тут в трущобы превратить, заполнить своей плотью, делами плоти, всеми теми мерзостями, от которых мы вроде бы избавились. От проблем избавились, а внутри-то не поменялись. И в этот чистый дом, смотришь, семь злейших приходят. И еще хуже даже. Тот же самый грешник просто уже теперь в религиозной обертке, в религиозной форме, с правильными словами, умеющий Библию цитировать, но внутри совершенно не поменялся. Потому что мы говорим, главное познание Бога, оно же ведь не здесь происходит. Здесь ведь через короткое время ты можешь довольно легко усвоить все основные христианские доктрины, постулаты, песни прославления. И получается, а зачем нам продолжать ходить в церковь? Я уже знаю Библию, уже там почитываю дома, молимся. Зачем? А потому что драгоценные умом намного быстрее можно что-то понять, чем осознать сердцем. Но ведь именно из сердца идут источники жизни. Отсюда. И когда ты не просто понимаешь, вот я знаю доктрины христианства, я знаю основные учения, я там отучился о альфа-курсах, там библейские школы, библейские курсы, библейские академии, библейские семинарии все освоил. Ну просто молодец. А что про твою жизнь? Ведь христианство это прежде всего жизнь. Иисус сказал, я есть им путь истинно, и не мысль, да? Путь истинно, жизнь. Если его нет в твоей жизни, там нет Иисуса Христа. Если ты просто знаешь, я считаю, что Иисус был Сын Божий, верую в это, да? Ну и что? И бесы веруют и трепещут. Ты веришь, что Бог есть, но этого мало. Вначале, конечно, это необходимость, но дальше эта вера должна тебя преобразовать, потому что вера-то бездел, мертва. Вера бездела, она очень опасна. Она вместо того, чтобы людей привлекать к Богу, наоборот, отвращается людей от Бога. Вот почему у многих в жизни мало что поменялось. Я был неверующим, там какие-то трущобы в жизни, сейчас вроде бы уже христианин не первый год, и опять какие-то трущобы у меня в жизни. Потому что мы несем вот наш мир в новую территорию, да, вроде бы вышли из Египта, а несем вот это старое. И вот это должно быть преобразование, внутреннее изменение. Мы должны меняться, преобразовываться, как написано в Библии, из славы в славу, из славы в славу. Мало просто выйти из рабства, нужно внутри перестать быть рабами. Как я помню, мы в конце 80-х, в начале 90-х годов, как мы радовались, да, новой жизни, да, новые возможности. Вот этот диктат какой-то идеологический ушел. Прошло время, сколько, около 30 лет, и вдруг замечаешь, многие как были рабами, так и остались рабами. Как ему нужна была твердая рука, тоталитарное правление, чтобы он не думал, чтобы кто-то за него решал, кормил его огурцами, репчатым луком и чесноком. Так и сейчас он так думает. Как сказал один мудрец, что раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах. То есть рабу не нужна свобода. Ему нравится рабство, просто он в этой пирамиде рабства снизу хочет наверх подняться. Вот и вся разница. А внутри он таким же рабом и остается. И мы видим, что да, если мы внутри не меняемся, если мы внутри не преобразуемся, то через какое-то время старое проклятие снова возвращается с еще большей силой и нападает на нас, и разрушает нас. И эти трущобы, они легко могли оказаться в этом новом квартале при Уитт Хайгоу стал огромным гетто с преступностью еще худшей, с криминалом еще худшим, с бедами еще худшими. Оказывается, зачем? Зачем все это было? К чему сия трата? Поэтому очень важно, драгоценные прежде всего о сердце своем заботиться, ибо из него источники жизни. Я помню, мы как-то с супругой смотрели давно уже, уже, по-моему, больше 10 лет назад, как этот фильм вышел. Фильм нашего режиссера Звягинцева называется «Елена». Может быть, кто-то видел. Если не видели, посмотрите. Очень поучительный фильм. Как, в принципе, и все фильмы Звягинцева. Вот в этом фильме «Елена» было показано, как вот такая квартира. Там жили люди, там жил человек, предприниматель. Там все было так красиво, и все. Но потом у нее там инфаркт. И в итоге ему помогли, его женщина, которая там у него убиралась, помогла ему уйти в мир иной, побыстрее. И в эту квартиру заселились родственники, такие, знаете, такая так называемая гопота приехала, заселилась в эту квартиру, и в конце концов, эта квартира, она превратилась в такие же трущобы, из которых они вернулись. Ничего не поменялось. Хотя красивый дом новый, красивая квартира шикарная, через короткое время снова там разруха, все заплевано и прочее, прочее. Почему? Потому что внутри разруха, да? В головах находится эта разруха. Внутри у нас. И мы это приносим. Мы это несем. Нам всегда кажется, что вот измени условия, все будет по-другому, да? Нет, надо внутри меняться. В начале всегда слово. В начале всегда внутреннее изменение. Внутреннее должно быть преобразование.